МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расходы составят почти 42 миллиарда рублей. Из них налоговые и неналоговые доходы – более 30 миллиардов. Дефицит бюджета составит 7% от утвержденного бюджета. Расходы областного бюджета запланированы в объеме 44 миллиарда рублей. В плановом периоде – 45,3 миллиарда рублей и 45 миллиардов рублей. Бюджет областной будет реализовываться, как и все предыдущие годы, посредством государственных программ. В течение этого года с главными распорядителями бюджетных средств была проведена работа по оптимизации количества госпрограмм, по объединению государственных программ. На федеральном уровне сейчас в этом году были изменены структуры госпрограмм, но мы пошли поэтапно. В 2021 году мы свернули количество госпрограмм, они никуда не исчезли, они просто влились в виде подпрограмм, в уже существующие программы. В результате проведенной работы количество государственных программ Магаданской области по отношению к первому чтению сократилось на 7 госпрограмм и составило 27 государственных программ. Бюджет на трехлетний цикл носит социально направленный характер. Например, образование, на которое направят почти 10 миллиардов рублей, на здравоохранение – около 6 миллиардов, на социальную политику – почти 7 миллиардов. Мэр Магадана Юрий Гришан поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным днем. Отмечают его с 1962 года. Глава муниципалитета вручил работникам ведомства грамоты и поблагодарил за труд. Он отметил, что сотрудники всегда стоят на страже закона, в том числе во время праздников и пандемии. Сейчас вам приходится вместе с нами патрулировать улицы города, успокаивать этих коронавирусных диссидентов, которые провоцируют людей на то, чтобы не делать прививку, тем самым подвергая все население Российской Федерации, нашей семье этой болезни, этой страшному вирусу. Спасибо вам большое за вашу службу. В Магадане продолжается турнир Кубок Мэра по хоккею. И стоит отметить, что его проведение стало уже традиционным. Он проходит в 12-й раз. В этом году за звание лучших решили бороться сразу 6 команд. Морпорт, Медведи, Модермашинери, Армада, МПТ, Крылья Севера. У нас в 12-й раз уже проходит Кубок Мэра по хоккею. И второй год у нас он проходит в условиях пандемии, когда мы, в общем-то, ограничим количество болельщиков, здесь до 50%. Команд в этот раз 6. Это хорошее количество. Мы играем по круговой системе. Затем встречаемся за первое, второе, третье, четвертое места. Я думаю, что команды сегодня очень сильно подготовились. Это было одно из немногих мест, куда пускали в период пандемии. Поэтому, думаю, что все будет здорово, интересно. Борьба будет долгой. 12-го числа будут заключительные матчи. Я думаю, что к этому времени уже снимут все ограничения. Но мы строго соответствуем тем требованиям. Все предъявляют QR-код и паспорт. Обладатели первых-вторых мест выходят в полуфинал, чтобы бороться за переходящий Кубок Мэра Магадана. Кроме того, разыгрываются Кубки за второе и третье место. Также судьи определят лучших игроков на линиях вратаря, нападающего и защитника. Кто станет победителем, мы узнаем 14 ноября. Тогда же состоится и церемония награждения участников.